Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Даниила и обратимся к восьмой главе. Восьмая глава содержит рассказ некоего автора, который называет себя Даниилом, о видениях, относящихся ко времени, скажем, 4-го, может быть, 3-го века Дорожчества Христова. По крайней мере, события, о которых эти видения повествуют, относятся к этому периоду приблизительно. Что обращает на себя внимание, это такой не слишком часто в эту эпоху встречающийся прием, когда, вот автор говорит, я был при реке в области Эламской в престольном городе и видел в видении, как если бы я был у некой там другой реки, реки Улая. Вот это такой рассказ о видении, в котором, собственно, сам автор, сам рассказчик старается в каком-то смысле отодвинуться в сторону, потому что и в самом начале он так начинает этот рассказ и в конце говорит, «Мне было плохо, страшно, я болел несколько дней и, в общем, не очень понял, что мне явилось». Вот какая-то такая картина, которая, вообще говоря, не может быть человеком понята. С одной стороны, автор рассказа видит это явление, а с другой стороны, для того, чтобы какой-то смысл был обнаружен, необходимо, чтобы последовали разъяснения. И обычно в такого рода литературе апокалиптической Господь посылает ангела для того, чтобы вот он разъяснил человеку то, что именно должно означать это видение. Обратите внимание, что, скажем, в пророческой литературе это встречается весьма и весьма редко. Чаще всего там Бог говорит напрямую человеку, человек слышит и формулирует, пересказывает это. А в таких случаях, когда вот я увидел нечто и ничего не понял, и мне Бог разъясняет, это, в общем, достаточно редко. А вот наоборот, в апокалиптике сплошь и рядом, как здесь у Даниила. Ну, при некоторой скептической настроенности можно было бы задавать, скажем, вопрос, а зачем, собственно, вообще была нужна эта картина, если можно было напрямую пояснить и обойтись, ну, грубо говоря, без половины объема текста. Почему не сказать напрямую то, что хочет сказать Господь? Вообще говоря, конечно, обычно Он так и делает. Ответ на который, вопрос, простите, на который, возможно, разные ответы, однако ж никакого более или менее внятного ответа нету. Точно так же вопрос к жанру, а зачем тогда разъяснение, если, скажем, предполагается, что это будет видение такое иносказательное, образное, некий символ, обозначающий что-то таинственное и допускающий некие толкования. Более одного варианта толкования, скажем так, да, и если такого характера символическое видение, то можно было обойтись без пояснения. То есть еще один чрезвычайно важный вопрос, над которым следует думать, ну, или, по крайней мере, иметь в виду. Это вот что. В конце такого рода видений, в частности, в конце 8 главы, говорится «спрячь, скрой, умолчи, не рассказывай» в разных местах по-разному. Ну, вот, скажем, там, здесь в конце 8 главы «ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Точно так же мы встретим подобные высказывания или формулировки, ну, например, в апокалипсисе Иоанна, в другой апокалиптической литературе, там, межзаветного периода, и, как правило, означают эти слова нечто ровно противоположное их собственному смыслу. Это тоже характерная особенность жанра. Там, где предполагается, что на содержание слов, на содержание текста, на это видение, обратят внимание люди и будут пытаться в них, будут интересоваться, что же это все означает. Вот чаще всего именно здесь говорится «скрой, не пиши, не рассказывай, не говори». Потому что предполагается некоторая, ну, скажем, неумеренная склонность людей узнавать тайны, любопытство. Одна и та же информация, будь она всем доступна, вызовет меньше интереса, чем если она будет засекреченной. Хотя, по большому счету, принципиальной разницы нет. Так или иначе, для апокалиптиков, вот для Даниила в первую очередь, и для его, так сказать, последователей, это характерный прием. Ну, иногда, впрочем, надо сказать, толкователи ссылаются на то, то, что политически бывает не вполне безопасно, слишком прозрачные видения пересказывать, да и с довольно ясными толкованиями. По той простой причине, что там окружающие власти, чаще всего какие-нибудь иноземно-оккупационные, вот, сочтут это экстремизмом, подрывной информацией, ну, или чем-нибудь еще. Тут мы можем много разных современных терминов применять. Ну, да, действительно, такая опасность могла существовать. Но надо еще заметить, что в условиях отсутствия средств массовой информации, в конце концов, что там было написано неким человеком в папирусном свитке, ну, или даже если он от избытка средств мог позволить и пергаментный свиток, что там было написано, и так ли уж это опасно, нет, все же древние правители не очень занимались цензурой, просто потому, что письменное слово распространялось очень мало и имело не так много влияния. Одним словом, объяснение вот этого флера таинственности над видениями через политическую небезопасность строго говоря, конечно, натянутая. натянутая. Вот здесь мы видим с вами, что в третий год царствования Валтасара царя чего никак быть не могло, потому что Валтасар царь был очень задолго до того времени, когда этот текст был записан, ну настолько, что человеческая жизнь не могла продлиться в течение столь долгого времени, да и был ли у Валтасара этот третий год. Вот некие видения, которые относятся к якобы к вавилонским временам, хотя говорят о следующих царствах, медоперсидском и греческом. Вот это видение, в котором явлены Даниилу, автору, который создает этот рассказ и потом, вероятно, его компонуют с предыдущими и последующими, видны два зверя, пугающих зверя, потому что они огромные. Это некий овен. Ну, мне и хотелось авторам все на дальнего периода назвать его бараном, хотя это одно и то же, по большому счету, так сказать, животное зоологически одно и то же. Ну вот, использовали некое возвышенное и архаичное слово, а для второго животного тут деваться некуда, не нашлось такого архаичного и возвышенного слова, он козел. Ну, что делать? Ну, вот из песни слова не выкинешь. Вот эти самые два животных, там у них какие-то рога на неподобающих местах, потому что он, конечно, козел, но у него какой-то там один рог на физиономии, и вот они бьются. Авен, он же баран, символизирует персидское, или Мидо-Персидское царство, которое овладевает Ближним Востоком, распространяясь из Персии на запад и на юг, или юго-запад, в сторону Египта, и действительно вот своей силой покоряет все эти народы. Заметьте, что вот сам по себе чрезвычайно удачный прием, олицетворить эту силу вот неким зверем, потому что ты можешь выразить свое отношение к этому самому зверю в зависимости от того, как ты его опишешь. Там это может быть героический какой-нибудь лев от колена Иудина, или может быть что-то менее почтенное, или что-нибудь совсем пугающее. Вот некая держава, которая символизируется этим зверем. В данном случае, как мы потом увидим, держава Мидо-Персидская. Сила, сила велика, и поэтому никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Делал, что хотел, и величался. Вот, собственно, для чего и нужно это олицетворение, чтобы сказать об этой державе как о том явлении, от которого невозможно спастись. Невозможно. Вот оно такое. Может быть, с превеликим удовольствием автор текста спасся бы, защитился от этой персидской державы, исчез бы из поля власти ее. Но это невозможно. Не спасешься. И, соответственно, делает, что хочет, и величается. И, в общем, даже не читая дальше, ты можешь увидеть в этом некоторую, даже не карикатуру на Бога, а попытку уподобить эту самую державу Богу. Потому что, да, от Бога Всесильного, Всемогущего и Всеведущего реально невозможно спастись. От Миды персидской державы как раз можно было куда-нибудь удрать далеко-далеко. Вот. От Бога невозможно спастись. Бог делает то, что в его воле, то, что он сам захотел, и мотивы его поступков в нем самом, и Бог велик. Бог велик по-настоящему. Вот эта держава, которая пытается в железном кулаке держать подданных, которая делает то, что сама считает нужным, ну, царь, вообще говоря, и величается. Не то, чтобы являет подлинное величие, но изображает его. Вот это всегда, конечно, некоторая попытка переиграть Бога. И вот эти самые звери, не только довольно безобидный баран, ну, и ненамного более обидный козел, но и последующие звери. И звери предыдущей главы, где, помните, из бездны выползали какие-то чудовища с рогами, как у Трицератопса. Вот. Вот все это разговор о том, что вот эти человеческие феномены государства, собственно говоря, пытаются собою Бога заместить. И это чрезвычайно важная для второй половины книги Даниила идея. Его автор, и особенно его читатели, все время сталкиваются с вот этими восточными царями и царьками, некоторые мельче и мелочнее, другие крупнее и серьезнее, но все они пытаются для своих подданных заместить Бога. Это мы даем вам жизнь, это от нас вы не спасетесь, это мы великие. Ну, вот понимаете, ну, не дает им покоя это самое величие поразительным образом. Поразительным образом. Человеческая организация, человеческое установление, которое, тем не менее, претендует на власть над душами людей. И поэтому, вероятно, оно претендует на то, чтобы казаться великим, выглядеть великим. Может быть, это проявляется, конечно, некоторая эволюционно обусловленная склонность мужчин к доминированию. Это тоже есть, конечно же. можно было бы счесть все это эффектами тестостерона. Но, по большому счету, это недостаточное объяснение. Недостаточное. У этого величания есть инфернальные мотивы, по-настоящему инфернальные. Теперь вот с запада шел козел, который рассверепел и поразил овна. У него сломился большой урок, вышли на его месте четыре. Вообще говоря, автор не озабочен совершенно какими-то зоологически адекватными описаниями этих животных. Это именно животные символические. И, кстати, сложно сказать, являются ли они ему в его видениях впервые или появляются в некоем фольклоре подобной тематике до нас не дошедшим. Из фольклори, из которого, скажем, автор второй Плэйн Даниила мог черпать свои образы. Это тоже вопрос, на который ответа нет. Важно, что некое подобие видит с одной стороны он, с другой стороны и вот некоторая историческая схватка. И дальше разговор идет о том, что победивший козел, у которого рог сломался и четыре вышли новые, принято думать среди толкователей, что речь идет о Александре Македонском, который погиб достаточно рано, и о тех, кто возглавил осколки империи Александра Македонского. Ну, там, эти четыре рога, и один вышел, небольшой рог, чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Под прекрасной страной здесь и в других текстах этой половины книги подразумевается святая земля, подразумевается место жизни народа Израилева. И вот вознесся до воинства небесного, не зрил часть его воинства и попрал их, и звезд их, и даже вознесся на вождя воинства сего. Речь идет о Иерусалиме, Иерусалимском храме, и вот была отнята у него ежедневная жертва, и порогано было место святыни его. Собственно говоря, речь идет о том, что народ Божий в этой исторической заварухе, как мы его теперь сказали, может быть, и рад был бы остаться где-то в стороне, но не получается. И схватившиеся овен и козел, и потом то, на что остатки козла разделяются, все это, весь этот водоворот исторических событий. По большей части, на самом деле, знаете ли, исторических событий там совсем немного, они все чрезвычайно однообразные. Кто-то с кем-то вступает в битву, и кто-то побеждает, в следующий раз кто-то другой, еще, еще, еще. На самом деле, это не исторические события, не история, а просто буквально круговорот одного и того же, когда все то же самое. Битвы, 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 история людей, история жизни, в которой присутствует Бог не в этих битвах. И вот эта самая прекрасная страна и вождь воинства, и место святыни, они где-то рядом, параллельно. Поэтому мы не будем сильно правы думая, что вся история вот такова, как череда битв. Но, тем не менее, эти битвы касаются народа Божьего, касаются. Обратите также внимание на радикальное парадигматическое отличие первой и второй половины Даниила. В первой половине Даниила мы видели, как, скажем, в печи огненной Азария молится и говорит, да, Господи, наши бедствия ты навел на нас по справедливости, правду и судом истинным. Мы каемся, мы в стыде, но ты нас прими. Ну, вот такая вот логика. Сначала мы нарушили твои заповеди, мы предали твой завет, мы согрешили, мы виноваты, ты навел на нас бедствия, как результат нашего греха, да, ну и дальше вот посреди этих бедствий в печи дальше что-то происходит. Здесь мы видим, что ничьи решения, ничья воля ни Господа Бога нашего, ни Израиля, не влияют на события. Здесь действительно нападают на воинство небесное, попирают отнятые ежедневные жертвы, порубленные местные святыни, вот всяческий этот самый рог от козла угнетает народ Божий и причиняет ему скорби. но вообще нет разговора о грехе Израиля, как о причине, поводе, как хотите, для происходящих скорбей. Они не связаны с нравственным обликом, не связаны с нечистотой или чистотой, а с повернением, очищением, заповедями, ни с чем. и даже в общем не говорится о Боге, который вообще-то владыка истории. Вот они как само собой идут, эти события, борются, эти державы, и где и в чем здесь может проявиться воля Божья, вопрос, на который не ставится, уж тем более не дается на него ответа. Для чего это было нужно читателю? Вот смотрите, здесь во второй половине главы речь идет о том, что некий муж именем Гавриил, ну, по традиции, конечно, понимаете ли, люди любят отождествлять его с Архангелом Гавриилом, просто потому, что если Гавриил, то непременно Архангел. Представить себе в процессе толкования, что могут быть там разные личности со сходными именами, очень трудно. Ну, вот, тем не менее, некий муж ангелоподобный впрямь именем Гавриил, который как бы облик мужа, стоящий перед Даниилом, вот, нечто человекоподобное. И вот, значит, ему сказано, объясни ему это видение, и он подходит к Даниилу и говорит, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времен. И что называется этим словом конец времен? То ли будущее более или менее близкое, то ли конец истории, когда действительно наступит конец тьмы, который по недоразумению и недомыслию христиане называют концом света. Да, на самом деле это будет конец тьмы, конечно же. Вот, некоему событию, когда действительно наступит тепловая смерть вселенной или что-нибудь еще столь же впечатляющее, или к тому, что будет в конце жизни Данилова поколения, в конце жизни тех людей, которые читают, так сказать, первое издание вот этого текста. Что называется здесь концом времен? и может быть здесь вернее говорить о цели. Конец в смысле греческого слова эсхатон, то, к чему все направлено. Что будет потом, потом, потом и еще потом? А куда идет этот мир? к чему направлена его история, причем события, так сказать, разворачивающиеся на глазах поколения. И вот для Даниила это все чрезвычайно трудный разговор, он без чувств лежит перед ним, перед Гавриилом на земле, ну и вот Гавриил его поднимает, объясняет, что Овен это царь медийский, персидский, царь козел косматый, царь Греции, ну и так далее. Царь наглый и искусный в коварстве. Видите, здесь все названо по имени, кто, что, кого символизирует, поэтому думать, что это некая политическая шифровка, ну, было бы совершенно излишним. Здесь все четко сказано, и при уме его и коварстве его будет успех будет иметь, коварство его будет иметь, успех в руке его, погубит многих и против владыки владык восстанет. То есть, собственно, речь идет о том, что этот самый победивший козел, царь Греции, ну, и там рога, которые от него куда-то там ответляются, восстает против народа божьего, восстает против владыки владык. Во-первых, для автора важно связать эти две вещи, народ божий и владыка владык. Враждебность грекоязычных эллинистических царств, царств и селивкидов в частности, против народа божьего, это враждебность одновременно и против бога, и даже, может быть, в первую очередь враждебность против бога, а люди чтущие единого бога, оказываются здесь за компанию в сущности. Они страдают в царстве селивкидов, потому что это царство, как и предыдущее, возвеличивает себя, хочет показать себя круче бога, поэтому восстает против настоящего бога, а значит заодно и против этих людей, которые этого бога чтут. Поэтому верность, о которой шла речь в первой половине книги, кстати, даже и в первой главе, а уж тем более во второй последующем, вот она здесь выражается в том, что злословие злословящих тебя пали на меня, возненавидели бога Израилева, и поэтому Израиль тоже, и те, кто хранят верность богу Израилеву, оказываются под ударом не за свои преступления и не за свою праведность, а в результате своей верности. Вот это чрезвычайно серьезная была мысль для современников, для тех, кто, к кому, собственно, был обращен текст автора второй половины книги Даниила. Он обращался к людям, которые живут под ударом и говорил им о том, что эти все козлы и бараны, мало чем отличающиеся от зверей из бездны, эти все козлы и бараны так озабочены собственным величием, что ополчаются против того, кто по-настоящему велик, в отличие от них. Для Даниила нет сомнений, что величие этих самых царств человеческих, земных, это, в общем, пустое дым, фальшь. И вот они ополчаются против того, кто по-настоящему велик. И читатель в этом видит утверждение о том, что если мы с вами хотим, решаемся сохранить завет, быть людьми завета, принадлежать Богу, мы будем с ним, и нам тоже будет, как теперь говорят, прилетать. И да, это, в общем, пугающее видение. Я, Даниил, изнимок, болел несколько дней, изумлен был видением, и не понимал его, потому что нам кажется, что это мы что-то перепутали, что-то сделали неправильно, а на самом деле нет, мы сделали правильно. Люди хранят верность настоящему Богу, но на практике в условиях вот этих вот безумных козлобараньев государств безумных, по-настоящему безумных, страдающих манией величия. Вот это ведет к тому, что народ божий тоже оказывается, как я уже сказал, под ударом. КОНЕЦ